А в мире Дэнди Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире ваша любимая программа «Мир Дэнди». Сегодня вас ждет огромное количество приятных сюрпризов. Кстати, в магазине «Роллспорт» новое поступление игр на Sony PlayStation. И сегодня вы о них узнаете. Эй, а что это он здесь стоит? Не знаю, наверное, еще не проснулся. Эй, Олег, быстро причесывайся, потирай глаза и быстрее. Программа начинается. Смотрите нашу передачу. «Мир Дэнди» Давным-давно еще на приставке «Дэнди» была такая очень хорошая игра. Называлась «Тетрис». Но потом их стало все больше и больше. Типа «Бобль-Бабл», «Пазл», ну и, наконец, «Цут Ворлд». И сейчас появилась совсем новая игра, напоминающая «Тетрис» и «Игру в кости». Она называется «Дэвил Дайс». Так что не ходите в казино, просто оставайтесь дома и играйте в эту игру. Название игры «Дэвил Дайс» «Дьявольские кости» полностью оправдывает себя. Главный герой или героиня, точно не разглядеть, играет во что-то между костями и «Тетрисом». Все это сбалтывается огромным и мощным миксером и подается к столу в горячем и свежем виде. Поверьте, очень вкусно и аппетитно. В целом, игра очень увлекательная и интересная. Даже смотреть интересно. И, главное, захватывающе. Казалось, вы уже проигрываете, как тут. К вам поспевает нужная деталь. Сколько радости и счастья можно испытать, получив подарок. Уровень тут повышается, как в «Тетрисе». То есть, чем больше вы зарабатываете очков, а это получается следствие соединения той или иной пары костяшек, вы переходите на следующий. Все зависит, как всегда, от вас и от вашего умения играть. Как же и срезают ваши костяшки? А очень просто. Ну, может, не совсем, но все же. Надо всего лишь поставить кубики рядом с одинаковыми числами, и тогда они уходят вниз, глубоко в землю. Но все не так-то просто. Какое число на кубике, такое число кубиков должно стоять рядом. Главное понять принцип. А остальное всего-то насти его пустяк. А может быть и нет. Никто эту загадку так и не решил. Может, это получится у вас? Что ж, желаю удачи. Она вам пригодится. Девил Дайс на первом месте удача. Ведь не от вас зависит, какой следующий кубик выползет наружу. Но это не важно. Важен сам процесс игры. Девил Дайс. Всем фанатам логики посвящается. В эфире хит-парад Мира Дэнди. И на этот раз он будет посвящен моему любимому жанру. Нет, это не РПГ. И это даже не 3D-экшн. Это всеми любимые гонки на 32-битной приставочке Sony PlayStation. Пятое место уже нашедшая своих поклонников гонка C3 Racing. В Грейс все, что нужно. Графика, реальные машины, трассы и ощущения скорости. Четвертое место. Экстремальная гонка на джипах по бездорожью от мастера своего дела. Компания Collate. Test Drive Off-Road 2. Гонка с реальным ощущением скорости. И всего происходящего. 20 разъяренных джипах уже готовы к соревнованиям. Третье место. Гонка, в которую будут играть еще очень долго. По крайней мере, до выхода второй части. Gran Turismo. Игра на долгие месяцы. Второе место. Ray Jacer R4. В нее просто стоит поиграть из-за графики. И первое место. Новинка сезона. Гонка всех времен и народов. Успевшая уже стать легендой жанра. Need for Speed и ее четвертая часть. Вы не представляете, насколько изменился облик игры. Не столько в плане графики, сколько и сам принцип. Более подробно о Need for Speed 4 вы узнаете после рубрики новинки игрового мира. Смотрите. Внимание, внимание. В магазине Rollsport появились лазерные указки различных видов. С большим выбором насадок. Звезды, фигуры, твиксы и так далее. В виде письменных ручек и обыкновенных брелков. Высокое качество проекции, экономичный расход батареек, небольшая цена. Приятно удивят вас. Приходите в магазин Rollsport на улице Богданова Хмельницкого, 33. Выберите свою указку. Война. Тан-вор машина начинает мобилизовать в их празднике для доминации. В результате наши силы не обеспечены, чтобы держать наши бордеры. Мы кормим, бедняжка. Никто из нас не хочет идти в армию. И мы в том числе. Потому что многие из нас пацифисты. Многие анархисты. Даже они не хотят идти в армию. Ведь в армии кормят такой плохой перловой кашей. Там много дедов. Там много прапорщиков. Это дембелее в конце концов. Но ведь мы любим играть в войнушку. Именно в этом вам поможет игра Арми Мэн 3D. Играйте в Арми Мэн 3D. Что-то в последнее время компания 3DO решила задать всем жару. Даже Heroes of Might and Magic 3 и те проделки этой 3DO. Вот еще один сюрприз из этой компании. Причем игра просто супер. Очень своеобразная и полный оригинал. Личнее я такого еще не видел. Что вы пластмассовые солдатики до такой войны закатили. Даже живой человек на такой не способен. А что солдатики пластмассовые это хорошо. Меньше насилия. Немного о самой игре. У вас есть возможность потренироваться. Освоиться. То бишь поездить на всех видах транспорта. А это грузовик, танк, БМП, боевик и другие. Самый мощный на мой взгляд это танк. Особенно хорошо он стреляет большими снарядами. Также кроме этого на первых уровнях вам пригодится оружие. Базука, гранаты, огнемет, от которого солдатики плавятся как пластмасса. Ой о чем это я говорю. Они же и так из пластмасса сделаны. Но остальные виды оружия это автомат с единочными патронами и автомат стреляющей очередью. Есть и рация по которой можно вызвать отряд из вашей армии. В основном сначала вам придется выполнять до умора легкие и короткие миссии. Но вот пройдя чуть вперед, вдруг обнаружите насколько сложна эта игра. Солдатов-противников становится все больше. Начинаются такие перестрелки, уму непостижимо. Вы узнаете все больше новых возможностей игры. А их поверьте, очень много. А главное это ощущение игры, ту самую войнушку, в которую мы с таким удовольствием все играли в детстве. Да в общем не такие уж мы еще и старики. Вспомним же детство и снова ощутим пахнущую порохом атмосферу. Так как вся наша сегодняшняя передача посвящена новинкам, мы никак не смогли обойтись без такой рубрики, как новинки игрового отмета. Мы специально для вас откопали такие новости. Так что перед тем, как смотреть нашу рубрику, приклейте скотчем челюстью покрепче. Чтоб не отвалилось. 989 студия продолжает наступать и совсем скоро она представит нам третью часть Extreme Games. Но с прошлой игру будет связывать лишь смысл. Все остальное от графики до азарта будет новым. Так что приготовьтесь и заранее решите, что лучше, роликовые коньки, скейт или байк. Выход игры назначен на 4 апреля. Кто не знает игру Resident Evil? Такими словами, компания Capcom представила свою новую игрушку Dina Crisis. Пока об игре известно мало. Будет длинный навороченный сюжет, обалденная графика и полная трехмерность действия с живой камерой. Выход игры назначен на середину 99-го года. И последняя сногсшипающая новинка. Летом этого года в свет выходит Gran Turismo 2. Более 400 машин, как европейских, так и американских компаний. Огромное количество трасс, усовершенствований соревнований. Улучшенная графика. В общем, без комментариев. Фанаты первой части меня поймут. Just waiting. Каждое воскресенье на телеканале премьер развлекательная и познавательная программа Мир Дэнди. В ней есть все, что нужно настоящему игроку. Самые свежие компьютерные новости, всевозможные конкурсы и викторины, куча полезных секретов, ну и, конечно же, сами игры. Если вы заедлый компьютерный фанат или хотя бы увлекаетесь этим делом, то, безусловно, эта передача для вас. Итак, каждое воскресенье в 10.30, несмотря на то, что хочется спать, включаем свои телевизоры и смотрим Мир Дэнди. Эта история началась давным-давно. Еще на Фанасонике 3DO. Надеюсь, вы помните игру Need for Speed 1. Потом эту игру перевели на PlayStation. Потом сделали продолжение Need for Speed 2. Потом появилось продолжение второй части, третьей части. Так вот, почему мы все это говорили? Недавно нам выпивал такой диск, который напомнил нам все эти великолепные игры. И даже название похоже. Need for Speed 4. High stakes. Высокие старки. Неужели это свершилось? А я, если честно, совсем не ждал. Да, Electronic Arts принесла сюрприз всем геймерам и фанатам нужды в скорости, выбросив на игровой рынок новую, уже четвертую часть этой серии. Need for Speed 4. High stakes. Высокие ставки. Поиграв я с полчасика, я понял, насколько сильное различие с третьей частью. Начнем хотя бы с того, что игра уже напоминает не аркадную гонку, а большей частью симулятор. Помните гран-туризм с его навороченными менюшками, огромным количеством всевозможных турниров и постоянным финансовым вопросом? Здесь вам предстоит увидеть что-то подобное. В самом начале игры, после часового ознакомления с опциями, бансу небольшую сумму денег и предложат тут же их потратить на какую-нибудь понтовую тачку. Действительно, выбрать будет из чего. BMW, Mercedes, McLaren, Jaguar, Pontiac и много-много других автомобилей. Также остались идолы поклонения многих гонщиков, ветераны нужды в скорости. Такие, как Ferrari F50, Lamborghini Diablo и даже Porsche 911 из первой части игры. Ну да ладно. Разобравшись с машинами, приступим к трассам. Их очень много, но в самом начале открыто всего три, а для того, чтобы кататься на других, придется немного попотеть. А что творится на самой трассе? Нет. Я даже не буду об этом говорить. Это просто невозможно описать. Каждый рвется к финишу. И на кону уже не только первое место, призовые очки и кубок. Теперь на финише вас будет ждать еще много-много маленьких седоненьких бумажек, из-за которых и нагнетается жуткий азарт. Деньги вы, как всегда, можете потратить на усовершенствование, на покупку новой машины или на ремонт. Да. Теперь после каждой трассы машину придется ремонтировать. Но это только в том случае, если вы вообще доедете до финиша. Так что, поосторожнее на дорогах. А хотя, на такой бешеной скорости... А ладно. Ставки слишком высокие. Плюнь на все эти ограничения, дови до упор педаль газа, иду и в Rollsport. Занять Fuspeed 4 High Stakes. Только в магазине Rollsport. Настоящие спортивные очки Uvex. Фирменный дизайн и безупречное качество. Очки Uvex полностью защищают глаза от ультрафиолета. Не бьются и не царапаются. Абсолютно антистатичны. Некоторые модели способны превратить пасмурный день в солнечный. Очки Uvex не искажают реальности. Они делают реальность лучше. Фирменные очки Uvex в магазине Rollsport. А теперь традиционная рубрика Help. И сегодня, к сожалению, моему и вашему секретов не будет. Но успокойтесь. Сядьте спокойно и выслушайте. Я хочу сделать публичное объявление. Теперь узнать секреты для любых игр проще простого. Вам не нужно ничего писать и никуда приносить. Вы просто звоните по телефону 474196 в магазин Rollsport и говорите, для каких игр вам нужны секреты. Ваши заявки записываются в специальный список и вы смотрите секреты в следующей программе. Звоните. Но, к сожалению, очередной выпуск нашей передачи уже почти приблизился к концу. Да, не забывайте, что в магазине Rollsport вы найдете огромный выбор роликовых коньков. Ведь вот-вот начнется роликовый сезон, а также большое количество новых игр на Sony Playstation. О некоторых из них мы вам сегодня рассказали и мы очень надеемся, что наша передача вам понравилась. Ну, ну хоть немножко хоть, но ведь понравилась, да? Ну, хоть чуть-чуть понравилась, нет? Конечно понравилась! Серьезно? Да! Честное слово? Да! Дай пять. Я это знал. А обращаться кто-нибудь будет? Ну вот на этом наша передача подошла к концу. ГИМЗОВА МИН, ГИМЗОВА МИН, ГИМЗОВА МИН. ГИМЗОВА МИН.